Сельскохозяйственный бизнес в наше время представляется убыточным делом, ведь конкурировать с промышленными гигантами кажется невозможным. Однако благодаря трудолюбию и поддержке со стороны государства всегда можно добиться хороших результатов. С ярким примером Павел Филатов. Покидая северную столицу и подыскивая место для начала собственного бизнеса, они решили ехать в поселок Озерной Тамбовской области. Когда-то тут жили родители Татьяны. И про щедрость местного чернозема ей известно не понаслышке. Поэтому, накопив опыт и стартовый капитал, переехали и начали новую жизнь. Но получать хороший урожай сразу оказалось довольно трудно. Огурец капризная культура, требует ухода, постоянного внимания. Поэтому нашим овощницам, девочкам приходится к каждому огурцу в день по несколько раз приходить, наклоняться, разговаривать, чтобы они дружно росли и плодоносили. Со временем рос урожай, а с ним росли и масштабы. Фермерскому хозяйству требовалось расширение. И в 2016 году семья Передерий подала заявку на получение гранта по форме защищенного грунта. Государство не оставило без внимания старания фермеров и выделило деньги на постройку теплиц. Результат себя долго ждать не заставил. Уже через полгода мы получили первый урожай. То есть первый урожай мы собрали 26 декабря 2016 года. С грядки мы собирали самый большой урожай – это 100 килограмм в день. Для выращивания овощных культур созданы все необходимые условия. Оборудование для полива, утепление земли, регуляторы влажности и температуры. В этом году было решено добавить к овощному сообществу томаты и перцы. Теперь свежевыращенная продукция круглый год будет радовать разнообразием при лавке и местных магазинов. Уже второй год мы в районе кушаем свою собственную продукцию, которая выращена в этих теплицах. Характеризуется она тем, что она у нас экологически чистая. Работает без применения ядохимикатов, без применения минеральных удобрений. Только натуральные удобрения, органические. В планах на будущее движение только вперед. Уже построена третья теплица, где будут выращиваться цветы и овощная рассада. В ближайшее время планируется приезд на постоянное место жительства агрономов для постоянного контроля потока продукции. А задача «Максимум» – построить целый завод по переработке овощей и фруктов. Павел Филатов, Владимир Моисеев, Александр Кобзарев. Область новостей.